Наших химических гостей. И у нас по традиции, по четвергам в гостях шоу профессора Звездунова. В гостях у нас Валентина Сидаревича. Это профессор Палимеркина. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая профессора. Доброе утро. Чем порадуется? Ну, сегодня, в преддверии Нового года, у нас же скоро Новый год, мы хотели сделать вам салют. Ну, конечно, не без вашей помощи. Салют очень интересный. Я думаю, не много ли салютов сегодня в программе «Утренний кофе»? Ну, у вас вот будет такой фееричный эфир. И так, на самом деле, не сильно-то это опасно, но в любом случае, все нужно делать с профессорами, конечно же. Поэтому, дорогие ведущие, вы мне поможете? Конечно, поможем. Здорово. Тогда нам для того, чтобы сделать наш салют, потребуется вот такая вот колба со смесью солей. Каких мы обычно не разглашаем, потому что это секретная информация. Сегодня же эфир информации, да? Вот это у нас секретная информация. Итак, мне нужно, чтобы вот, например, вы добавили в нашу смесь солей вот такое вещество. На что похоже? Фольга. Фольга, все правильно. Нет, это фольга. Фольга. Да. Пожалуйста, вот вам в ручку. И прям всыпьте. Да, можете прям вот туда всыпать это все. Ага. Да, прям полностью всыпайте. Ничего страшного. Еще раз? Пока я рядом. Профессор, точно ничего страшного? Точно, точно. Так, еще давайте, да, еще давайте сыпем. Вот так, отлично. Хватит лично. Я думаю, да, хватит. Если что, мы просто подбавим. А вам я хочу дать вот такой вот стаканчик с водой. Ну, куда без воды. Пить не буду, пить не буду. Ладно, хорошо, не пейте. Хорошо. Ну, пожалуйста, добавьте в нашу колбу воды. Хорошо. Это вода. Да, это вода. Все, горячая вода. Конечно, конечно, горячая вода. В руки лучше не брать? Ну, пока что просто налейте воды. Просто добавь воды. Просто добавь воды. Все, все, хватит, хватит. Ага. Итак, теперь мы берем шарик, и Бенон, наш салют будет в нашем шарике находиться. Ой, порвался шарик. Такое бывает. Да, но у нас есть еще шарики. Так. Вот так. И теперь наш шарик наполняется газом, который выходит у нас из этой колбы. Газ называется водород. А, это хороший газ, он безопасный. На самом деле газ горючий, именно поэтому у нас получится салют сейчас. Ну, вот так вот у нас наполняется все. Отлично. Прям бурная реакция у нас произошла. Да, происходит. Очень. Сейчас мы с ним все. Вот так. И на счет три. Давайте. Раз. Два. Два. Три. Ну, давай. Профессор, мне страшно. Не бойтесь. Вот так у нас произошел наш салют. Знаете, профессор, именно так сгорел дильжабер Цепелин в Германии в 1934 году. Ну, вам понравилось? Да, конечно. Здорово. Главное не повторять это дома. Конечно. Самостоятельно. В любом случае все нужно делать с профессорами. Мы более в этом компетентны. Поэтому, если хотите устроить дома салют или вот такой вот взрыв какой-нибудь, то обязательно зовите профессоров из шоу профессора Звездунова. И будет все отлично. И самое главное, пользуйтесь сертифицированными перцами. Именно тем, чем у нас, то, что у нас имеется. У вас что-то еще загадали. На самом деле, в прошлом эфире мы обещали, что приведем сюда Дедушку Мороза, который приехал к нам из Великого Остега. Настоящего Деда Мороза. Дед Мороз уже здесь, а на него никто не будет. Он придет. Конечно, меня звать не надо. Я уже весь горю в желании профессора. Только не растай, Дедушка. Хорошо. Итак, минус 4 на улице. Держусь, как могу. Здравствуйте много, уважаемые ведущие. Доброе утро. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, здравствуйте, Дедушка. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Прошу, я уже не могу. У меня уже руки серьезно уже плавятся, уже не могу. Хочу научиться чему-нибудь. Так, Дедушка, возьмите себя в руки, сейчас всем научим, все будет хорошо. Дедушка Мороз, мы решили попользоваться немножечко капелькой твоего волшебства и нашими экспериментами. То есть совместить науку и волшебство. Ну, это я могу. Ну, да. Мы хотим, чтобы вот на этих кусочках пенопаста вы написали те негативные моменты, которые вы хотите оставить в уходящем 2015 году. Чтобы вот не было 2016. Профессор, у вас очень маленькие кусочки. Не поместится все, что хотелось бы написать. Лги и плохое настроение. Вот. Вот вам, пожалуйста, марки вы можете написать. Ну, давайте как раз плохое настроение напишем, чтобы не только у нас, чтобы и у всех наших телезрителей. Вам в новом году не было плохого настроения, в принципе. Профессор. Да. А как вот мы сейчас... Твое волшебство, Дедушка, твое волшебство. Я хочу, чтобы оно использовалось так. Сейчас наши многоуважаемые ведущие напишут то, что они хотят оставить в 2015 году. Должны опустить в эту чашку эту пенопасту. Он должен как-нибудь исчезнуть, чтобы исчезли все негативные моменты. А что же нам поможет в этом? Нам в этом поможет вот такое вот вещество. Так, и что же это за вещество? Что это, профессор? Это у нас ацетон. Ацетон. Да. Какая прелесть тебе, какая прелесть. Да кто же не мечтает спамить любимую работу? Конечно, давайте. Ацетон и толик волшебства нашего любимого, Дедушки Мороза. А теперь ваша задача опускать. У меня, как и обещала, плохое настроение все-таки. Я хочу, чтобы нас билет. А вот Алексей решил с оригинальничать. Мы весь год продолжали песни Николая Баскова, я решил с ними расстаться на себя. Ну, не всем быть артистом. Это уж точно, это уж точно. Жаль, Николай об этом не знает. Вам нужно сейчас, куда вы положили? А, подождите. Видите? И опускайте. Нет, опускаем. Опускаем прям. Да, вот так. Вы можете даже посоревноваться, у кого быстрее уйдет негативные эмоции. Итак, посмотрим, чьи же песни уйдут быстрее. Николая Баскова или плохого настроения? Вот, видите, исчезает на глазах. Можете прям понадобить туда. Я думала, у Леши просто больше сил, поэтому она... Я просто больше не люблю вот это. Больше желания у Алексея. Так. Отлично получается. Прям здорово. Ядушка, ты нам явно помогаешь своим волшебством. Профессор, а что происходит с химической точки зрения? На самом деле, с химической точки зрения, смотрите, пенопласт, он состоит из пенополистирола, накачанного газом. Ацетон – это органический растворитель, и он растворяет пенопласт, выпуская оттуда все газы, которым он накачан. И остается вот такая вот кашица. Все, все. Мы эту массу использовали как клей, но потом поняли, что он быстро высыхает и рассыхается. Вот таким образом специально делали массу эту и клей, склеивали, и вот. Ну, теперь я знаю, как еще можно желания плохие какие-нибудь прогонять из этого уходящего года. Спасибо вам, профессор. Спасибо большое, дедушка, без тебя бы мы не справились. Будем дальше с вами сотрудничать.